дорогие друзья сегодня у нас второе видео по машине северянкой мы рассмотрим другие наборы петель в прошлый раз мы рассматривали с вами набор для бросового полотна сегодня мы с вами рассмотрим набор вилл и набор петель при помощи петли уловителя выдвинем иглы в позицию д проведем для того чтобы язычки игл открыли если что-то не открылось откройте их теперь выдвигаем иглы в переднюю позицию можно при помощи отборные гребенки можно просто с использованием кисти и так берем пряжу для обучения вы впервые это делаете лучше использовать пряжи шерстяные и полушерстяные учиться на таких пряжах значительно легче вот таким образом берем нить и начинаем выполнять обвив ни в коем случае петли не затягиваем продвигаемся от иглы к игле выполняя вот такие витки по часовой стрелке очень часто первый ряд после петель обвива у начинающих не провязывается потому что слишком туго набрали петли поэтому для того чтобы не сомневаться туго или не туго вы набрали петли возьмите две иглы и потяните их к позиции б набранная петля должна свободно скользить и легко выскользнуть набранные петли должны быть одинаковыми со временем этот набор будет доведен до автоматизма и вам будет работать с ним значительно легче возьмем отборную гребенку и при помощи отборной гребенки подведем иглы до позиции d или до рабочей позиции теперь как в предыдущем ролике для того чтобы первое и последнее провязались петли подведите под крючок платины рабочую нить и проложите ее сверху кончик нити удерживаете большим и указательным пальцами левой руки также придерживайте но не держите рабочую нить от клубка установите каретку на предполагаемую рабочую плотной что значит предполагаемо со временем вы научитесь определять плотность которую вы будете вязать пряжу буквально на глаз у меня в работе пряжи 400 метров на 100 грамм и я ее буду вязать на плотности 8 хотя я могу связать ее и на плотности 7 и на плотности 6 в зависимости от того какое изделие я хочу получить так например если я хочу получить плотные носки чтобы они как можно дольше прослужили я буду вязать их на плотности с меньшим значением почему слегка придерживаю по мере продвижения каретки провязывания петель петли будет провязываться именно за счет пряжи от клубка если вы ее вообще не будете держать петли будут неровными и расхлебанными кроме того рабочая нить может вылететь с игл с язычков игл и петли будут просто сброшен и так провязываем видите когда мы слегка придерживаем рабочая нить скользит между пальцами при этом старайтесь рабочую нить прижимать ближе к корпусу машины и так посмотрите все петли прекрасно провязаны для прохождения второго ряда точно также подводим под следующую платину под крючок рабочая нить и только потом на язычки игл и снова придерживаем рабочую нить ближе к корпусу машины плавно без рыбков продвигаем каретку снова прокладываем нить и снова прижимаем ее ближе к корпусу машины на примере следующего ряда я хочу показать вам для чего это делать итак смотрите например вы держите нить вот таким образом вот это последняя провязанная игла выдвинулась вперед таким образом она может легко соскочить и петля будет потеряна кроме того когда вы держите рабочую нить вот таким образом по наклонной у вас вполне может быть разница в плотности справа и слева то есть будет разная длина петли поэтому удерживаем вот таким образом пряжу пряжа равномерно скользит и мы получаем красивое полотно машина северянка прекрасно работает ее каретка движется легко и свободно работаете вправо рукой и влево ни в коем случае не на себя и не от себя не давите кареткой на игольницу можно для контроля самой себя двигать каретку тыльной стороной ладони вот таким образом и мы получаем красивое аккуратное полотно машина северянка прекрасно вяжет без затяжки по краям мы получаем красивые одинаковые узелковые петли теперь мы с вами рассмотрим следующий способ набора сбросим полотно с игл машины для этого достаточно провести кареткой не прокладывая рабочую нить полотно оказалось сброшено с иглу машины к вашей машине идет либо вот такой петлю ловите либо вот такой если у вас вот такой петлю ловить их который заканчивается на конце крючком крючок довольно таки острый я не очень люблю работать потому что он мне лично колет частенько руку держатель ручка у этого крючка в общем-то неудобно если у вас такой же я рекомендую его все-таки заменить если на данный момент у вас нет никакого другого конечно можно воспользоваться и этим либо вот такой крючок этот уже более удобный да он уже не такой красивый пластик у него желтоватый от времени но тем не менее с ним довольно таки удобно работать и так приступим к набору петель при помощи петли уловителя возьмем правую руку крючок мне удобно работать вот таким образом держа крючок как нож или вилку подводим крючок слева направо под рабочую нить выполняем один поворот и провязываем выполняем петлю крючок подводим между первой и второй кровать и краевыми петлями и крючком подхватываем рабочую нить вытягиваем и шагаем между двух следующих игл подхватываем и шагаем удобнее всего держа крючок под углом 45 градусов шагая набираем петли правило все тоже как и при обвитии петли не должны быть затянуты но при этом они должны быть строго одинаковы несмотря на то что во многих инструкциях во многих видео показано держать крючок вертикальным способом мне такой способ не нравится потому что когда у вас крючок лежит под 45 градусов достаточно слегка его отвести и он сам подхватывает нить когда же у вас крючок находится вот таким образом вертикально вам нужно заводить рабочую нить но в общем то можно как угодно некоторые предпочитают даже развернуть крючок к себе найдите для себя свой удобный способ после того как вы провязали последнюю петлю навести ее на последнюю иглу далее повторяем то же самое действие которое мы делали и при способе набора при помощи петель била также будет удобным если вы возьмете широкий декер и придерживая иглы за пятки сдвинете набранные петли к платинам заведем иглы в рабочую позицию не забудьте убедиться в том что все язычки иглы открыты заведите рабочую нить под крючок проложите ее поверх открытых язычков а возьмите каретку и провяжите ряд теперь можно работать далее при наборе петлю ловителем мы получаем вот такой красивый аккуратный край косичкой при наборе обвитие мы получаем более эластичный край третий набор я вам рекомендую использовать исключительно после того как вы хорошо освоите два предыдущих вы можете набирать как справа налево так и слева направо набирая например набираем петли слева направо оставив слева длинный конец рабочей нити с правой же стороны идет нить от клубка набираем более свободно чем при первом наборе петли при помощи петли уловителя не затягиваем ровно настолько чтобы петли были одинаковыми но свободными этот набор более трудоемкий и потребует усить небольшого усилия над каретка но когда я говорю именно небольшое усилие это я говорю действительно небольшое усилие то есть если вы почувствовали что каретка застопорилась каретку нужно аккуратно освободить и убрать тоже теперь берем в руки петли уловить и поверх этих петель также свободно набираем петли при помощи петли ловителя и тоже более свободно чем вы набирали при предыдущем наборе важно чтобы петли были свободными но в то же время одинаковыми при помощи отборные гребенки и декера придвинем все два слоя петель к платинам машины убедитесь в том что язычки игл открыты и если нет при откройте их увидите иглы в рабочую позицию язычки игл лежат на набранных петлях рабочий нить и идущий от клубка проложите нить большим пальцем левой руки придерживаете слегка придерживаете нить и провязываем ряд не спешим позволяем рабочей нити свободно двигаться не рвем каретку на себя не толкаем ее от себя и вязание продолжая я вам сейчас покажу каким получается край при этом наборе а край получается кстати красиво я часто его использую для оформления края изделия еще раз повторюсь используйте этот набор уже тогда когда у вас хорошо получаются два предыдущих набора ваша задача научиться чувствовать каретку ваша задача научиться чувствовать подачу не смотрите мы получили фактически край с отделкой не правда ли очень красивый край при отпаривании он сохраняется он красивый и похож на вот такую плетенку теперь поговорим о закрытии петель я вам покажу лично для себя наиболее удобный способ закрытия петель петли мы можем закрывать в процессе вязания когда нам нужно закрывать небольшую группу петель и в конце работы когда нам нужно за край закрыть все петли в один прием например вам нужно закрыть петли слева в инструкциях вам предлагается закрывать петли при помощи одноушкового декера вот таким образом навешиваем рабочую нить против часовой стрелки на иглу при помощи декера снимаем эту петлю навешиваем на следующую набрасываем рабочую нить и так далее и на следующую хочу сказать сразу я не люблю этот способ при этом способе конкретно для моих студентов мы получаем некрасивый край очень некрасивый край я предлагаю всегда думать о том как вы будете собирать изделие с таким некрасиво закрытым краем красиво собрать изделие не получится никогда все что останется делать это толстые швы которые перекроют вот эти отверстия край получается грубый и некрасивый взамен я вам предложу способ закрытия при помощи петлю уловителя я очень люблю этот способ почему потому что он позволяет вам регулировать длину петли это особенно важно когда мы работаем с диагоналями с окружностями когда длина у закрытых петель может быть разной как мы с вами говорили машина северянка прочно фиксирует петли при помощи платин именно поэтому вы слышите характерный щелчок и так мы вводим петлю ловитель в петлю как только мы начинаем тянуть петлю на себя язычок автоматически закрывается и петля легко соскальзывает иглы у вас на крючке две петли мы их заводим за язычок с указательного пальца левой руки подхватываем рабочую нить и вытягиваем на нужное расстояние подхватываем заводим в следующую снимаем для освобождается и таким образом закрываем петли до конца если нам нужно продолжить работу последнюю закрытую петлю навешиваем на иглу с петлей для того чтобы не было ненужных отверстий далее убеждаемся в том что язычки остались открыты нить прокладываем и продолжаем работу аналогично действуем если нужно закрыть петли справа рабочую нить удерживаем в левой руке подводим и снимаем петлю ловителя первую петлю и первую петлю провязываем сзади вторую и провязываем следующую и провязываем последнюю петлю надеваем навешиваем на первую рабочую иглу эти иглы убираем из работы убеждаемся в том что обе петли находятся за язычку снова тайки рабочую нить подводим под крючок ближайшей платины если вам нужно закрыть все петли в один прием воспользуемся кнопками работа справа каретка слева противоположную от работы кнопку поднимаем вверх до щелчка рабочую нить убираем под крючок прокладываем нить при прохождении каретки иглы войдут в позицию в этом положении удобно распустить ряд если вам нужно по каким-то причинам распустить ряд и в этом же положении также удобно закрыть петли не бойтесь что полотно сбросится как видите она надежно зафиксирована платинами для распускания ряда достаточно взять рабочую нить и потянуть за нее таким образом ряд легко распускается либо можно закрыть петли из этой позиции возможно для кого-то это будет удобнее для того чтобы вернуть иглы снова в рабочую позицию мы опускаем кнопки и в холостую проходим кареткой таким образом чтобы иглы снова вернулись в рабочую позицию когда мы закрываем при помощи петли уловителя мы получаем вот такой аккуратно закрытый край с которым потом удобно работать здесь можно выполнить любые тонкие соединения можно выполнить невидимые швы которых потом будет не видно и вот такой узелковый край мы получаем когда следуя инструкции закрываем петли кроме вот этих перпендикулярных узелков мы получаем здесь еще и нехорошие отверстия и для того чтобы потом красиво собрать это невозможно то есть у нас останется все равно вот этот рубец поэтому я против закрывания петель при помощи декера если вам понравилось это видео не забудьте поставить лайк написать хороший комментарий вам не сложно а там приятно и пишите чтобы вы еще хотели узнать о машине северянка хотели бы вы узнать как привести в порядок рабочие щетки каретки для того чтобы они четко отбрасывали язычки хотели бы вы узнать как привести в порядок казалось бы задубевшие иглы у которых никак не хотят открываться язычки но поверьте это тоже можно сделать но на сегодня с вами прощаюсь спасибо за внимание всего доброго